Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня у нас очередной мук-панк. У нас сегодня молоко и хлопья, которые я, кстати, никогда в жизни не пробовала. Давайте откроем молоко. Я взяла не особо жирное. 1,5% жирности. Я не люблю очень жирное молоко, хотя все, наоборот, говорят, что... Жирное молоко это самое от подкоровы. Я люблю покупное, кстати, молоко. Вот когда мы едем в деревню с бабушкой, и она покупает у соседей молоко, оно как-то, знаете, прям пахнет коровой. Конечно, я понимаю, что это все консерванты и все дела, но как-то это роднее. Так, достаточно. Я все насыпала, как пахнет. Обалдеть просто. Хотела сначала взять Несквик. Ну, блин, Несквик уже два раза было. Поэтому давайте вот эти вот хлопья. Они похожи на подушки. Здесь внутри какая-то белая штука. В общем, сейчас пробанем, заценим, так скажем. У меня это завтрак. Обожаю холодное молоко. Вот морепродукты я не очень люблю, а вот молочные изделия обожаю. Очень вкусно. Они слаще, чем Несквик. И дешевле, кстати, стоят. Вот такая упаковка стоила почти 90 копеек. Несквик в таких маленьких упаковках нет. Я так понимаю, это на один раз. Но это, с одной стороны, хорошо, потому что частенько раньше, когда я покупала Несквик, огромная вот эта упаковка, она когда остается, потом не настолько хрустящая бывает. то есть там, как открыл, лучше есть в течение недели. Если больше недели, уже не то. Айка, есть ли желание изучать еще один какой-то язык? Если да, то какой бы это был язык? Вообще желания изучать языки нету. Мне просто настолько надоело учиться в школе 11 лет. В универе 4 года. На очном отделении. Вообще могу сказать так. Мне языки даются очень сложно. Особенно русский язык, мне кажется, он один из самых сложных. Мне кажется, если человек с нуля решит изучать русский язык, как здесь, например, есть курсы русского языка. Люди идут, изучают, не знаю, годами и так далее, все равно не могут говорить, как люди, которые когда-то жили в России. Мой родной язык Лизгинский. Он, мне кажется, состоит из 300 слов. Плюс-минус, да. Мне кажется, он очень простой. Большинство слов состоят из трех букв. Но вообще, в общем и целом, языки это не мое. Я когда начинаю, например, упорно разговаривать на одном языке, я забываю второй. Сейчас в моей жизни больше всего присутствует азербайджанский язык, потому что на работе это все на азербайджанском. И получается, что некоторые фразы я просто перевожу с азербайджанского языка. Например, я однажды в Мукбанке сказала «Включаем свечку». Не зажигаем свечку, а включаем свечку. Или, например, я всегда говорю «Вытащить деньги из банкомата». Вы знаете, откуда я беру эти дурацкие выражения? Я просто беру фразу на азербайджанском и перевожу ее на русский. То, что звучит, например, на одном языке круто, но на другом языке звучит нелепо. Мои подписчики подхватывают и начинают угорать над этим. Поэтому никакой другой язык я учить не собираюсь. Меня устраивает то, сколько языков я знаю. Вот правильно говорят учиться охота до определенного периода в вашей жизни. Потом становится неохота. Во-первых, потому что уже нашел работу хорошую. и думаешь по большому счету зачем. Если ты работаешь, все у тебя замечательно. Конечно, развиваться это всегда хорошо. Знать что-то новое это всегда хорошо. Но когда нету мотивации, например, я выучу язык, я устроюсь, например, в посольство. Я выучу язык, я уеду в другую страну. В принципе, я в жизни себя нашла. Я никогда вам не рассказывала, но я одно время работала продавщицей. Точнее, консультантом в одном из крупных магазинов. Даже можно сказать, это бутик такой. получается, что я закончила школу. У меня было три месяца свободных, и я решила пойти поработать. Я не вижу здесь ничего зазорного. И потом, спустя четыре года, в этот же магазин меня позвали как блогера. Знаете, с одной стороны, это как в фильмах бывает, а с другой стороны, это реальность. Если ты хочешь, ты можешь чего-то добиться и получать кайф от своей работы. Если даже Ютуба не будет, мне безумно комфортно в сфере, в которой я работаю. Я считаю, что это очень интересно. Мне кажется, прежде всего, нужно любить свою работу. Я мою работу очень люблю. Выполняю ее ответственно, вовремя. То есть, это не способ как бы похвалить себя. Вы и так и и без меня знаете, как часто, например, я выкладываю видео в Ютуб. Я все-таки трудоголик. А трудоголикам как? В личной жизни всегда не везет. Мораль проста. Единственное, что могу отметить, упаковка маленькое. Мало. Мало. Вот такие вот дела, ребята мои. жизнь прекрасна. Мы с вами прекрасны. Все офигенно. Единственное, что меня расстраивает, ладно, пофиг, не буду об этом. Если вы видите в мукбанке, что, например, передо мной гора еды и в какой-то момент одна сосиска пропала, к примеру. Это просто значит, что в этот момент был какой-то разговор, который я вырезала. Потому что я, как правило, перед собой прям много еды не ставлю. Я ставлю столько, сколько я могу съесть. Иногда бывает, я что-то рассказываю в своей жизни, а потом на процессе монтажа думаю, блин, зачем ты Айка это рассказала? Извиняюсь за свои чувства. Как это было вкусно, ребята. Очень. Но, если честно, я не могу сказать, что я прям наелась, потому что этих хлопьев было очень мало. Мне кажется, это на ребенка, на одного причем. На этом все. Всех люблю, целую. Обязательно задавайте новые вопросы в инстаграме под предпоследним постом. Мне просто не на что отвечать, ребята. Я просто отвечаю на одно и то же. С вами Блайка Эмили. Всем пока.